Да ладно, Карина, это ты. И я это не скрываю. Мы не должны жить вместе до свадьбы. Думали о том, что, ну, как бы, всё. Мы расстаёмся. Всем привет, друзья! С вами на канале Оскмаркариан и... Карина Каспарян. Ты моя невеста. Карина Каспарян. Сегодня мы с вами продолжим наш разговор, наш вопрос-ответ. На канале Карина мы уже разобрали часть вопросов и часть, так сказать, этого десерта оставили на мой канал. Надеюсь, вы перешли с канала Карины. А если вы даже не смотрели это видео, то обязательно посмотрите после того, как посмотрите моё. Лютик, можно мы снимем, пожалуйста, видео? Ну так, чисто по-братски я тебя прошу. Не будем вот эти долгие вступления делать, поэтому мы сразу начнём. Давай. Итак, вопрос номер один. Когда вы планируете начать жить вместе? Ну-ка, ну-ка. Я сразу отвечу на него и потом скажу, почему. Значит, мы начинаем жить вместе после свадьбы. Я уже делал пост у себя в Инстаграме, где приводил три причины, которые способствовали этому, почему мы не должны жить вместе до свадьбы. Причина номер один. Армянские традиции. Причина номер два. Я хочу, чтобы всё развивалось по мере возникновения. То есть, сначала мы были в отношениях, потом путешествовали, потом сделали свадьбу, а потом только... Ну, путешествовали здесь, знаете, этот момент, он немножко сомнительный, потому что если бы мы не были блогерами, мы бы не путешествовали, опять-таки, до свадьбы. То есть, здесь есть такая грань между работой и личной жизнью, но так как это наша работа, мы не могли ограничить себя в творчестве, и именно поэтому мы путешествовали, делали разные проекты. Поэтому у нас вот это вот всё теперь есть, и мы развиваемся. Это очень круто. Но что касается вот остальных вопросов, мы бы хотели, чтобы всё по мере развития шло. Сыграем свадьбу, потом будем жить вместе. То есть, если мы сейчас начнём жить вместе, мы ещё не насладимся вот этим юношеством. То есть, у нас сейчас есть период... Да, сладкие полгода. Карина думает, блин, я здесь полгода. И я такой думаю, блин, я здесь полгода. То есть, у нас такой период очень классный, даже его не стоит нарушать. Каждый из нас будет со своей семьёй все эти полгода. И будут такие обсуждения в семье. То есть, это очень интересный период, на самом деле. И будет много видео до свадьбы. Вся наша подготовка, что мы планируем, что будем делать. И поэтому я не хочу ничего нарушать. Я хочу, чтобы всё шло друг за другом. Я согласна отчасти с Оском, то, что, типа, это прикольно, что у наших отношений... У наших отношений очень... Мне очень нравится, что в наших отношениях каждый период, который есть в отношениях, вообще, этап, он был супер долгий. То есть, мы конкретно сильно насладились конкретно букетным периодом, вот этим цветочным, или как его там. Потом в какой-то момент мы начали путешествовать, и вот на нас какой-то такой был период. Потом, ну, мы долго встречались. Это тоже всё имеет свой какой-то, блин, приятный отклик в наших отношениях. Это очень круто. На самом деле, оглядываясь назад, я... Ни я, ни Карина, мы не жалеем. Вот. То есть, был период такой напряжный, когда мы... У нас такой память, что напряг был ещё до предложения. Да. Да. Мы не понимали, что... Мы, точнее, понимали, что нужно делать следующий шаг, но я хотел это оставить на следующий год. И вот как раз-таки в этот момент у нас был сложный период, когда мы не знали, что делать. Мы застряли. Мы застряли просто, да, и было сложно выползти. И я уже начал обсуждать с родителями, в общем, следующий шаг. Мне родители сказали, давно надо уже было делать, ты уже тормозишь. И я понял, что тот момент, когда я за два дня до Дубая задумался, узнаете попозже. Тут, кстати, сразу следующий вопрос. Вопрос номер два. Будете покупать квартиру, чтобы жить вместе? На данный момент мы не знаем, сколько денег уйдёт на свадьбу. Честно, квартира уже есть. Это подарок от моих родителей. Но мы хотим... Что ты имеешь в виду? Ну, квартира купленная для меня, она уже есть. И то есть нам уже легче будет. Мы хотим, на самом деле, её, наверное, продать и взять что-то поближе к центру, да? Да. Первый вопрос у нас вопрос свадьбы. Как только мы его решим, и уже мы сможем перейти, наверное, к вопросу недвижимости. Ну, я бы так не сказала. Мне кажется, должно идти параллельно, если мы только через полгода начнём квартирный вопрос обсуждать, расседимся. Я не к этому говорю, я говорю к тому, что, например, даже если мы хотя бы поймём, где мы делаем свадьбу, и мы просчитаем свой бюджет, это дело, типа, месяца, двух месяцев, понимаешь? Самое главное — это место. Да. И если мы его забронируем, мы уже сможем хотя бы параллельно заниматься вот этим вопросом. Да. Но в любом случае мы не пропадём, нам есть где жить, даже если ничего не получится, то мы часто путешествуем, поэтому будем жить путешествиями. Ладно, я так шучу. Итак, вопрос номер три. Когда начинались ваши отношения, предполагали, что будет свадьба? Изначально Карина моя первая девушка. Я всегда с самого детства, не то что с самого детства, с подросткового возраста, я думал всегда о том, что я хочу найти девушку, с которой буду реально до конца жизни. Любой мужчина на самом деле гуляет, да, в подростковом возрасте, любой мужчина хочет там потусить и всё такое, но я никогда не понимал людей, которые начинают серьёзные отношения, встречаются по 3-4 года, и потом всё расходится. Конечно, бывает процент несчастных случаев, бывает процент просто вот тех людей, которых просто это случайно происходит, да? Да, они и сложились. Да, они же не хотели этого, но есть много людей на этой планете, которые знают уже заранее, что, ну, вот они не возьмут эту девушку замуж. Но всё равно встречаются, да. Но всё равно встречаются, потому что как бы она ему нравится, но... Ну, в общем, у них разные у всех причины, и в нашем случае я уже с первого дня поставил себе такую цель, что с этой девушкой я буду с девушкой. С этой девушкой. Да, девушке, день рождения. Что с этой девушкой я буду до конца своих дней, и... Вау. Да, я хочу... Но он словесно мне это никогда не говорил лично вообще-то. Всё наше развитие, весь наш путь показывает именно то, к чему я стремлюсь, как мы развиваемся, как я... Чему-то я учу Карине, чему-то Карина меня учит. То есть, ну, мы делимся опытом и создаём, грубо говоря, такую копилку. Это вот, вот это вот наше, оно должно с нами идти до конца нашей жизни. Взаимопонимание, вот это вот всё, то есть, всё должно быть наравне. У нас не будет такого, что мужчина сказал, женщина сделал. Нет. Правда? Мужчина всегда стоит выше. Мужчина всегда стоит выше, и это глава семьи. Да. Но я всегда уважаю человеческое мнение, не мужское, не женское, а человеческое мнение. И всегда... Ну, ты прекрасно знаешь, что, как это происходит, когда ты что-то говоришь, я понимаю, что ты права. Я говорю, да, Карин, давай сделаем так. То есть, у меня нету внутри вот этого, прям такого жёсткого. Нет, я сказал, что мы сейчас должны с окна выпрыгнуть. Знаешь, мы должны выпрыгнуть с окна. Нет. Но всегда, всегда у женщины должно быть уважение своего мужчины, всегда должна быть честь. Понимаете, я не понимаю девушек... Тоже тост говоришь, как в кассе. Давай, давай, выпьем за это, подожди. Второй тост у нас с вами. Не, возьми рюмку. Давай. Значит, нормально. Давай. Давайте выпьем за то, чтобы в семье всегда было взаимопонимание и уважение. Уважение. Чтобы мужчина всегда мог быть уверен в своей женщине. Также и женщина должна была быть своим мужчиной уверена. И чтобы они были уверены в себе. Давай, выпьем за это. Давай. Я когда начинала встречаться с Оском, конечно, тоже сразу знала, что я хотела бы с ним дальше пойти уже к следующему шагу и так далее. Потому что я вообще тоже не понимаю таких людей, которые думают, что, типа, можно повстречаться пока так, просто потусить с этим человеком. А потом, может быть, мы будем вместе, а может быть, нет. У меня, конечно, была такая цель сохранить отношения до конца. И даже когда у нас были с тобой сложные ситуации, когда ты бросал меня на неделю. Мы об этом уже рассказывали в нашем моём шоу. Когда у нас просто были крупные ссоры. Мы оба всегда шли в итоге на уступки какие-то, на компромиссы, потому что... Я хотел бы тебя поправить, я просто так задумался, ну, себя в голове подумал. Мы не то, что не понимаем людей, которые вот так вот, типа, три года встречаются. Это дело каждого человека. Да-да-да. Мы никак не хотим это критиковать или что-то ещё. Мы говорим просто свою позицию. Хорошо, точно нет. Да. И если у людей это обоюдно, почему бы и нет? Если, ну, как бы, и у девушки такое же мнение, и у мужика такое мнение... Просто найти свою половинку реально. Да, ну, типа, в этом ничего такого нету. Мы это не презираем. Мы просто высказываем своё мнение, то есть, как у нас в отношениях, а не так, что мы кого-то пытаемся научить, как жить. Да, если все люди будут одинаковые, будет скучно жить, просто у нас реально как-то так совпало по взглядам, что вот мы такие. И поэтому мы могли сто раз уже, мне кажется, расстаться, и я там, может, в чём-то его не устраивала, я не устраиваю и он, возможно. Но от того, что у нас есть какая-то такая большое желание и цель оставаться вместе и через все эти трудности проходить, мы всё ещё вместе. И я думаю, что это очень хорошая черта именно в замужестве, потому что, ну, реально, что бы у нас ни случилось, мы не видим смысла расставаться. Многие спрашивают, типа, вот у вас там в быту вы можете не поладить, и как тогда, типа, что делать? Вот мы из-за того, что не жили вместе, нам часто это говорят, и Юля моя, Пушман, постоянно мне это говорит. Но я понимаю, что можно разойтись как-то во мнениях, но я не думаю, что это должно стать причиной, почему надо расставаться с человеком, которого ты любишь, который тебя любит, просто потому что он разбрасывает носки, или потому что ты где-то там не убрала, или потому что ещё что-то. Я приблизительно за эти 4,5 года выучила ОСКО. Я знаю, какой бы он хотел меня видеть в быту, хоть я с ним и не жила. Он как кавказский мужчина, хочет, чтобы я готовила, убирала. У меня есть прекрасный пример, моя мама. Хоть она и не армянка, но она росла в армянской семье с 20 лет. Она жила с родителями моего отца, они её учили всему, как готовить, как накрывать. Вот это всё армянское, как бы, оно в ней тоже воспитывалось, грубо говоря. И у меня есть хороший пример. Я обожаю свою маму за то, что она такая хозяйственная и семейная, что каждое утро я просыпалась, она готовила мне завтраки, обеды и ужины. Я хочу быть для своих детей такой же. Я не хочу, типа, оставлять им 500 рублей, чтобы они всё время ели в школе только и так далее. То есть я... Хоть я не люблю сейчас убираться, я понимаю, что нужно. У нас общие интересы. Я не говорю, Карина, ты должна сидеть целый день дома и целый день готовить. Нет. В этом ничего сложного нет. У нас у каждого мы с тобой творческие люди. Я так считаю. Раз мы ведём канал, Инстаграм и имеем аудиторию, это говорит о том, что мы творческие люди. И у тебя есть своя работа, у тебя свои темы, свои видео. У меня есть своя работа, я, допустим, пытаюсь в бизнес как-то пробиться. Но уделить, допустим, час в день уборки, например, да, в свободное время и час готовки... Это в день? Да. Ну хорошо, 30 минут. Ну блин, на самом деле, когда детей нет, убраться, это просто 15 минут. Ну да. Да нет, всё будет нормально, блин. Я ничего... Всё можно решить, это же мелочи жизни. Мне когда тоже говорят про эти проблемы все, я... Ну в моей голове нет проблем, в моей голове есть только задачи, которые мы решаем, и всё. Why me? Я всегда это говорил, что проблемы это не назвать. Это просто задачи, которые мы решим, будет какой-то период, мы пройдём это и всё, и мы это забудем. Зачем? Ну типа, это было бы странно, если бы Карина сказала, Оск, ты что там свои носки не убьёшь? Я говорю, слушай, не нравится? Давай всё, разводимся. Да. Ну носки это, конечно, астрировано, да? Почему ты, допустим, не готовишь? Ты говоришь, я не хочу. Ну слушай, если не хочешь, другая хочет. Давай, освобождай место, я там с другой пойду, поженюсь и всё. Но это же не так делается, ребят. Да, сейчас мир современный. Нет такой семьи, у кого нет в семье взаимопонимания. Нет такого. Мои родители часто ссорятся, я всё это наблюдаю, но они всегда... Все ссорятся, даже если идеальные люди встретятся, они всё равно найдут за что зацепиться, потому что неинтересно жить, когда не ссоришься. Да. И я смотрю на своих родителей, на то, какие у них проблемы, и они их решают, и идут дальше. Всё решается. Главное это чувство и характер, то, что ты можешь быть, ну, в каком-то моменте, типа, покладистым таким. На самом деле, вот, мне кажется, что у нас такой срок, что мы уже процентов 70 изучили друг друга. Да. Даже, может быть, 80, да. И каких-то прям сюрпризов ожидать не стоит от нас. То есть у нас не будет никакого такого сюрприза, то, что, типа, да ладно, Карина, это ты. Ну, я примерно понимаю, что Карина, там, не шеф-повар. Всё впереди! Но я знаю, я верю в эту девочку, я знаю, что она научится. Мне так вся в семье все вкусно готовят. Я обожаю готовить. Я уверена, что когда... Научат. Мама, бабушка, все, ты будешь столько времени уже проводить, что ты лучше всех будешь готовить. Слушай, можем еду заказать? Почему не познакомили родители раньше? Вот интересный вопрос. Не знаю, ребят, честно, всегда вот было сложно. Вот это вот такая грань, что даже, когда я сделал уже предложение, когда уже мы понимали, что всё, ну, типа, всё нормально, всё равно, когда мы ехали к Карине, мы... Такой-то, знаете, типа мандраж был внутри. То есть такая боязнь. Мы как будто вот все пять лет искали повод, чтобы познакомиться. Это либо... Вот первый раз это был выпускной, на выпускном как-то там они пересеклись, и второй раз вот эта вот встреча. И я хочу сказать, что мне так нравится, что, на самом деле, опять-таки, я вернусь к тому, что всё идёт по развитию, и реально... Ну, как вы себе представляете? Мы, типа, год общаемся, родители знакомятся, и, не дай бог, мы расстаёмся. Ну, согласитесь? Нет, так делают 90% семей. Просто здесь надо брать в расчёт, что армянские какие-то устои традиции, что ли, не знаю. Не знаю, мне кажется, что мои родители, допустим, чувствовали бы себя неловко, если бы я заранее сказал, слушайте, пойдёмте познакомиться. Ну, то есть, когда я у себя в голове это не представляю, мне сложно про это что-то сказать. Но я знаю, что вот наши родители познакомились, и они счастливы, и они, типа, прекрасно заобщались, они нашли общие темы, и всё прошло круто. До этого просто как-то повода, что ли, не было. Ну, типа, встречаться просто так, наверное, странно. Сейчас появился повод. Ну, блин, все... Зачем вообще этот вопрос? Люди знакомят родителей... Вот, например, Наташа Ищук с Сашей, они, по-моему, до сих пор родителей в одной комнате, ну, так и не было, если не ошибаюсь. Типа, по-разному бывают всё. У всех по-разному, да. Я опять-таки говорю, я не представляю людей, которые там, допустим, на второй день ознакомятся с родителями. Всех по-разному, кто как ощущает, у кого какие отношения с родителями. Просто у нас так получилось. Я была знакома с его семьёй, Оск вообще с моей семьей познакомился ещё до того, как мы начали встречаться. Да, мы были знакомы вот так вот. Я с семьёй Карины, Карина с моей семьёй. Но вот родители наши не общались. Но я не считаю, что это такая большая ошибка или что-то ещё. Сейчас зато у них есть куча времени, чтобы... Зато для них это тоже сейчас такой новый уровень, и они, мне кажется, кайфуют. И они более серьёзно сейчас всё воспринимают. Да, сейчас, понимаете... Знакомство. Вот представьте, мы бы до помолвки познакомили их, и ещё два года встречались бы. На какие темы они бы общались между собой? У всех по-разному. Вот, у нас всё как-то, не знаю, как-то само всё складывается, мы ничего не планируем. Случилось бы это раньше, мы бы не пожалели. Но это случилось вот сейчас, мы и рады. Как вам удаётся сохранять отношения на протяжении достаточно долгого времени? Ну давай, девушка, скажите. Здравствуйте, дорогие друзья. Я бы хотела ответить на этот вопрос так. Ну, во-первых, самое главное, на мой взгляд, это постоянное развитие. То есть, каждые, например, полгода, условно, должно происходить какое-то событие, которое меняет вашу жизнь хоть как-то. Мы полтора года, по-моему, не путешествовали вместе. Потом у нас открылись путешествия, и мы начали потихоньку-потихоньку жить вместе. У нас вообще, например, в Америке мы месяц жили вместе. В Нью-Йорке потом ещё почти две недели, в Лондоне две недели. И, в общем, круто, когда есть какое-то развитие. Затем просто... Всё ведётся к развитию. Карина просто хочет сказать, что... Общаться... А, очень нас ближает то, что у нас есть какое-то общее дело. Любим, ну, одно и то же практически. Мы слушаем одну и ту же музыку, делаем... Не совсем. Мы оба блогера, это гораздо легче. У нас куча тем для обсуждений, у нас есть куча дел, чтобы поделать вместе. Это будет не наскучивать. Ну да, мы вместе ходим на всякие мероприятия, мы вместе путешествуем, мы вместе снимаем видео. Мы, считай, просто такие, типа, два яблока от одной... Ну, грубо говоря, от одной яблони. Почему мы так долго в отношениях? Всё потому, что мы из года в год меняли нашу общую картину, нашего вот этого воображения. Мы сначала, допустим, учились вместе. Это была учёба. Потом я уехал в Париж, заставил Карину поскучать немного. Да. Да, и, то есть, был период, когда Карина такая, ой, уже скучаю, надо приехать. Они приехали с Кораном в Париж. Какую-то часть мы привели уже за границей. Потом я прилетел с Парижа, у нас начались крутые проекты. Мы начали ездить в Америку. То есть, сначала мы ездили по Европе, потом мы уже... Ну, это нас просто... Это нам уже надоело. И мы такие начали думать, надо в Америку поехать. Каждый год какие-то новости были, какие-то новые мероприятия, проекты. Всё интереснее и интереснее шло. То есть, это как-то вот само складывается. Мы, на самом деле, ничего там не сидели с Кариной, не планировали, что, типа, вот наша стратегия на пять лет. Давай запланируем на третий год, там, например, поездку, что ты улетишь в Париж. Не, у нас такого не было. То есть, всё как-то вот само складывается, но оно настолько идеально складывается, что мы с вами успеваем лишь наблюдать, как это всё идеально. Каждый новый этап в жизни, он как будто искорку в нас поджигает. То есть, мы как будто заново влюбляемся или что-то такое. Да-да-да. Что, не так говорю? Искорку поджигает. Например, сейчас он сделал мне предложение, и я как будто прям опять на него заново с другими глазами смотрю. Какими? Так хочется обнимать. Какими глазами смотришь? Новыми глазами. Ну, как-то, не знаю, что ли... Ну, вы поняли, да, девчонки? Через 90 лет снимаем такие вопрос-ответ. Такие сидим. Ой, ну слушайте. Ну, я не буду так говорить. Надеюсь, ты тоже. В молодости, в молодости, да. В молодости мы путешествовали. В молодости домой. Много чего было. А сейчас... Сейчас. О, скинник, молчи! Не знаю, у каждого свой секрет вот этого отношения. На самом деле, не надо в отношениях как-то вести себя по-другому. Ведите себя так, как вы ведете себя в обычной жизни. Ваш человек, ваша вторая половинка должна привыкнуть просто к этому, как-то смириться с этим. Изменились ли ваши отношения как-то после предложения? Как раз то, о чём я говорила, поэтому я первая. Давай, 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 отвечай. Да, моё отношение к Оску изменилось. Я, как вот и говорю, я начала на него смотреть какими-то новыми глазами, новым взглядом, более тепло. Не знаю, как-то у меня третье или четвёртое дыхание, короче, открылось за наши отношения. Я прям... Третье, четвёртое дыхание. Он прям для меня кажется супер сейчас милым и таким классным. Нет, не то, чтобы он мне не казался, просто ты его ощущаешь, ну, во-первых, более серьёзно как-то уже всё у нас. Всё, я уже такой, знаешь, типа глава семьи. Да, уже мужчина, уже будущий муж. Вообще. Ну, то есть... Нормально всё, ты через пару дней уже всё у тебя так же будет. Ну, не скажи, мне кажется, нет. Ну, в первую очередь. У нас сейчас наконец-то что-то поменялось, мы будем готовиться к свадьбе. Конечно, да. Это что-то прикольное, потому что оставшийся вот эти последний год, он уже настолько тянулся вяло, что я уже не знаю. Да ладно, мне кажется, мы под конец поняли, что что-то надо менять. Ну да, хорошо, полгода последние, они такие были уже, ну, нужно что-то менять. И то, на самом деле, самым напряженным был последний месяц. Ты как-то вот начала эту тему, и как-то всё зацепилось, и мы каждый день просто это почему-то обсуждали. Да, то, что надо что-то менять, надо что-то менять. Думали о том, что, ну, как бы, всё, у нас этап уже из себя просто всё выжил, и там уже этот апельсин мы выжимаем, а он уже не выжимается. Да? Да, так и было. И, наконец-то, у нас следующий шаг, и поэтому сейчас я реально как будто бы, ну, просто кайфую от жизни снова. И это благодаря тому, что он сделал предложение. Не знаю, у меня вот то, что Карина говорит, у меня такого нету. Ты на меня не смотришь в влюблённом взгляде? Нет, у меня вот, например, как было, вообще вся изначально вот эта вот тема началась из-за Карины. Почему я решил вот сделать предложение так рано, так рано, в смысле, имею в виду, в этом году даже не стал ждать следующего. Всё началось из-за Карины, то есть у меня вот как было тепло, так и осталось. То есть я всегда испытывал тёплые чувства к Карине. И если бы... Нет, тебе тоже. Если бы я почувствовал вот какой-то холодок, то, что почувствовала Карина и о чём заявила, да, я бы тоже, конечно же, поделился этим с Кариной, безусловно, но у меня этого не было. Сейчас у меня лишь, знаете, вот что изменилось? Вот в отношении с Кариной ничего не изменилось, но в отношении в семье это настолько тепло стало, настолько поменялась атмосфера в семье. Мы каждый день обсуждаем только свадьбу, каждый день обсуждаем какие-то классные вещи. Даже наше просто... Не со мной. Наше слияние просто убрала просто все ссоры, все плохие разговоры, весь негатив из семьи. Не за что. И это настолько классно. Вот тут я могу сказать, что я почувствовал изменения. То есть тут мы все такие, типа, знаете, прям все, реально. Папа, мама, сестра, брат, все сидят, обсуждают, все кто-то кого-то предлагает позвать на свадьбу, кто-то кого-то говорит. И вот этот процесс мне просто, ну, для меня это очень ценно. Мы снимаем все вот эти видео для того, чтобы пересматривать, и в первую очередь для вас. И это все так классно, спасибо, что вы нас поддерживаете, смотрите, и даже не думаете о том, чтобы сейчас выключить видео и больше не продолжать смотреть. Это что, последний вопрос? Нет, это так. В середине я упомянул и поблагодарил вас. Как относитесь к тому, чтобы жить вместе с родителями? Я не помню, отвечал это в видео или нет, но точно много раз об этом говорил. Хочу сказать, что жить с родителями — это классно, это прикольно. Но я как это вижу? Я вижу этот большой дом, где живет, допустим, семья моего брата, моя семья и родители. А когда это квартира, я думаю, что мы все мешаем как-то друг другу. Да, для родителей это классно — жить все вместе, но я думаю, что мы мешаемся друг другу. Для меня идеальный вариант — мы, как творческие люди, нам нужно развитие. В семье очень сложно это делать, потому что там семейные вопросы очень часто возникают. На протяжении недели мы занимаемся своими делами, развиваемся, растем и выходные проводим с родителями. То есть это очень теплые такие отношения будут, когда ты собираешься, допустим, на даче. Мы можем уже собираться у вас на даче. Да, хоть каждый выходной. Да, в пятницу. Я становлюсь очень продуктивным только тогда, когда я уезжаю за границу. И я это не скрываю, я это говорю родителям, родители это тоже понимают. Вот такой вот этот человек, не знаю. Но я не вижу в этом ничего плохого. Это, наоборот, даже очень круто — жить с родителями. Поэтому в будущем, если у нас появится возможность купить большой дом, чтобы у каждого был свой уголок. Этаж. Что? Чтобы у каждой семьи был свой этаж. Да, и только тогда мы сможем переехать. А ты как это видишь? В армянских традициях есть такое, что невеста, невестка уходит в семью, ну, то есть дочка идёт в семью к мужу. И, если честно, мне от этого, ну, немножко грустно именно по отношению к моим родителям, которые жили со мной 23 года моей жизни. Это традиции. Это традиции, но мне кажется, ну, реально, я не хочу ставить своих родителей на второй план. Я знаю, что в армянских традициях также есть такое, что, ну, например, вот, грубо говоря, у нас есть квартира, у них есть квартира, никогда такого не будет, что Оск придёт жить к нам. Вот там будет спать со мной. Это, ну, типа, я понимаю это. Есть такое, что девочка обычно идёт в семью. Но так как вот Оск правильно подметил, мы блогеры, мы снимаем каждый свой шаг, у меня там каждый месяц неделя влогов и прочее, наверное, это будет сложно, типа, если я буду всё это делать из-за квартиры семьи Оск, поэтому... Ну да, ты как минимум, типа, в первое время будешь очень сильно стесняться. И вообще ничего не буду снимать, конечно. У тебя не будет развития. Да, я прекрасно понимаю, и моя семья это тоже прекрасно понимает, поэтому вот эта вот наша блогерская жизнь немножко внесла изменения нашей традиции. Вопрос, сколько примерно человек вы позовёте? Вопрос интересный. Как ты думаешь, брат? Ну, мы не считали, как уже говорили, поэтому непонятно, но я думаю, что свадьба будет очень большой. Мы, как блогеры, армяне, и у нас в народе таких немного, и нас любят все родственники, нас смотрят все родственники. И они, конечно, безумно были бы рады оказаться на нашем торжестве. Как с моей стороны человек 300 может быть, так и со стороны корейных 300. А там, ну... Ну, это мы примерно... Ну, это, короче, мы думаем, что это человек 500. Надеемся на это. А там будет больше-меньше, уже покажет время. Потому что не у всех родственников в Армении есть возможность приехать на свадьбу, потому что это большие траты. Там отличаются зарплаты, люди столько не зарабатывают, чтобы на билет отдать 20 тысяч, да? У кого-то другие проблемы могут быть. Кто-то просто уже купил себе в отпуск билеты. Мы хотим, чтобы было много народу. Если получится, чтобы все наши родственники увидели эту свадьбу, и чтобы все радовались, как в первый раз. Как получится, мы только сможем сказать уже ближе к делу. Итак, друзья, спасибо всем, что вы были с нами. Спасибо, что вы написали эти вопросы в сторис у Карины. Миллион было вопросов. А тебе спасибо, что ты отобрала самые интересные, и мы сейчас их обсудили. Я хочу попрощаться с вами. Спасибо, что вы смотрите нас. Спасибо, что вы мотивируете. Я не устану это повторять. Надеюсь, мы также мотивируем вас. Спасибо вам за все. Мы с вами прощаемся. Бай мне. Это был Ос Маркарян. Это была Карина Каспарян. И мы с вами не прощаемся. Спасибо, ребята. Всем пока. Пока. Что ты сказал? Нормально было, да, брат? Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...